Вопросы и ответы в прямом эфире на тему здоровья, точнее оздоровления. Есть разница между здоровьем и оздоровлением. Мы занимаемся оздоровлением. То есть как быть здоровым, как оставаться здоровым, как выздороветь, если уже заболел. Именно выздороветь. Не лечиться, а выздороветь. Очень много нюансов у нас есть в плане здоровья, на которые медицина от нас это скрыла. А мы это все разбираем. Сто человек. Сколько? Сто. Ну скажи, о чем мы здесь делаем? Вопрос-ответы, можно задавать вопросы. Друзья, мы разбираем вопросы в прямом эфире. Вопросы здоровья. Как выздороветь, как оздоровиться, как не болеть. Или если заболел, как стать здоровым обратно. Используя методы натуропатии, натуральное лечение. Можете набирать в поиске метод Смолякова. Подписывайтесь на наш канал здесь. Подписывайтесь в Ютубе. Вот. Все, поехали. Задаем вопросы по здоровью. А у кого есть какие-то ситуации, мы можем это разобрать. И я... Если я знаю ответ, я поделюсь с вами своими знаниями. Какой-то рекорд побили за одну минуту, больше 100 онлайн. А это как-то обозначилось? Да, мне пришло вредомление. Что себе? Как вопрос. Здравствуйте, у меня Бехтерева, ПЛС, как сантроз. Здравствуйте, я понял. Бехтерева, болезнь Бехтерева, это психосоматика в 99% случаев. Вот. Нужно убрать механические причины. Посмотреть там, насколько, в каком состоянии позвоночник находится, да. Если есть, есть ли смещение первого позвонка исправить. Вот. И дальше смотреть на динамику. Если массаж и другие процедуры позволяют улучшить состояние, то хорошо. Если нет, то тогда дальше уже надо работать с психосоматикой. Мы можем работать, кстати, с психосоматикой. Можете к нам обращаться, также вам поможем. Следующий вопрос. Здравствуйте, у дочки постоянно насморк? Насморк. Ребенок. Это означает одну вещь. Да, можно рассматривать это с точки зрения медицины. Что типа низкий иммунитет, надо капли там в нос, там всякие средства простудные. Но, по своему опыту работы с детьми, скажу, что простудные заболевания у детей, а в особенности насморк, в особенности, это проблема родителей. То есть, родители относятся к ребенку несколько агрессивно. То есть, его одергивают, его не пускают куда-то, ему не дают сказать, ему ограничивают. Иногда это бытовое совершенно ограничение, совершенно незаметное, да. Просто там, иди ложись спать. Ну, как бы, понимаете, а он не хочет ложиться спать. Иди ложись, все, твое время вышло. Понимаете, это довольно грубо, и это не позволяет ребенку достигать целей. Он приходит в подавленное состояние, его иммунитет снижается, а дальше уже у нас присоединяется там насморк, простуда и так далее. Что нужно делать, чтобы такого не было, да? Как вот, ну, действительно, ребенку уже завтра в школу, например, или там в садик, ему надо спать, а он не хочет. Общайтесь, друзья мои. У вас есть язык. Общайтесь. Объясните, что малыш, нам нужно завтра вставать. Нам, тебе нужно, твоему телу надо выспаться. Для этого, ну, как бы, надо лечь пораньше, чтобы время хватило твоему телу отдохнуть. Если ты не отдохнешь, то завтра будет происходить следующее. И вы просто словами, просто общением, просто разъясняете ему, зачем что-то нужно. Не просто приказом, тоталитарный контроль, да, режим, как в нашем государстве сейчас. Вот, там, иди делай, иди не делай, сюда иди, туда не ходи. Как бы, это все подавляет ребенка и приводит к насморку. Если вы чуть-чуть добавите общения, чуть-чуть меньше станете отдавать приказов и больше разъяснять, зачем что-то нужно, то вы через некоторое время, не сразу, не сразу, через некоторое время добьетесь сотрудничества от вашего ребенка, и плюс, бонусом, у вас не будет насморка и простуд. Если я закодировал, когда я могу выпить, спасибо. Если вы закодированы, выпить вы можете в любое время, потому что кодировка, гипноз и всякие другие вещи, это абсолютное, стопроцентное шарлатанство. Вот, если у вас проблемы с алкоголем, это другой вопрос и другая тема. Спросите, я отвечу. Здравствуйте, коксартроз и артроз. Коксартроз и артроз, изменение суставной ткани, по простым словам, да. В зависимости от стадии, если там есть что спасать, да, то есть, если сустав еще полностью не развалился там, что там все, там уже только операция-то может. Вот, но если там еще есть какие-то остатки сустава и так далее, и он функционирует, вы еще не хромаете, то тогда тактика выздоровления следующая. Вы проверяете положение первого позвонка. Если он смещен, его надо исправить. Для чего это нужно? Чтобы вес тела равномерно распределялся по организму и не давил на какие-то отдельные суставы, разрушая их. Вот это первый момент. Потом вы делаете небольшую гимнастику, чтобы улучшить кровообращение в области суставов пораженных. Также вы делаете массаж. Лучше купить какой-нибудь аппаратик вибрационный, да, для домашнего пользования. Вот, также вы пьете добавки, которые улучшают состояние суставов, там, различные, не знаю, МСМ, там, серу, витамин С, ну и так далее. Вот. И также вы ходите в баньку, чтобы вывести токсины из организма и заставить организм работать лучше. Вот. Плюс к этому дополнительно желательно изменить ваше питание. В каком плане? Убрать молоко, молочные продукты. Но это только в вашем случае, да, не для всех. Это только именно вот для проблем с суставами. Вот. Убрать молоко, молочку всю. Глютен. Включить побольше фруктов, овощей свежих, необработанных. Я не говорю, что стать сыроедом. Нет. Я говорю просто, чтобы в день у взрослого человека должно быть 300 грамм свежих овощей. Вот. Ну и вот в таком режиме двигаться. И будет вашему коксоартрозу все хуже и хуже, а вам все лучше и лучше. Напомню, чтобы подписывались, присоединялись. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь здесь. Вот. А мы разбираем вопросы по здоровью. По детей пошли. Не получается мягко с детьми обращаться, когда что-то не получается. Я всегда ругаю себя за это. Да, да, абсолютно точно. На самом деле очень трудно, требуется достаточно много терпения. И второй момент, самый важный. Когда вы начнете это делать, и когда вы встанете на этот путь, так скажем, да, ребенок не сразу будет реагировать на вас. Не сразу. Сначала он будет вам не доверять. Сначала он будет вас проверять. И ситуация даже может ухудшиться. Вот. Но если вы терпеливо будете это сносить и продолжать дальше объяснять, с заботой вызывать, как бы, ну, доверие и объяснять, зачем что-то нужно, то, если вы продолжительное время это будете делать, переключится ребенок. Переключится, начнет сотрудничать, и вы увидите, что изменится характер ребенка. Вот. Он из вредного, беспокойного и так далее, непослушного, станет вдруг вашим помощником, вашим опорой, и станет тем, собственно, о чем мы все мечтаем, когда создаем детей. Татьяна, добивай мне, пожалуйста, тысячи подписчиков. Кто-то хочет, чтобы мы добили тысячи подписчиков. Хорошо, да. Вы тоже старайтесь нам подписываться на наш канал, на наш YouTube-канал. Здесь подписывайтесь. Вот. В поисковых системах набирайте метод Смолякова. Там есть наши контакты. И все наши сети. Инстаграм, YouTube и так далее. А я напоминаю, что мы разбираем вопросы по теме здоровья. И задавайте свои вопросы. Так, согласен. По поводу кодирования. У меня проблема. Пью 4 месяца, не могу выйти. Пью 4 месяца, не могу выйти. Смотрите, что делает алкоголь? Алкоголь выжигает из организма витамины и минералы. То есть, вот, что такое белая горячка, например, да? Это когда полностью все запасы витамина В1 из организма уничтожены. То есть, и наступает, вот как есть цинга, например, при отсутствии витамина С, также есть белая горячка при отсутствии витамина В1. Это просто симптом. Там витамин В даешь человеку, и все тут же проходит. Так вот, что делает алкоголь? Он выжигает витамины. Не только В1, а вообще все. И минералы. И у нас есть химический дисбаланс, когда у нас дикая нехватка витаминов и минералов в организме, плюс некий психологическое состояние, когда человек уже не может без дополнительной дозы алкоголя. Вот эти два фактора мы решаем. Мы просто создаем, пьем огромное, просто дикое количество витаминов, восполняя недостаток. Не переживайте, лишними они не будут. Вы не сможете при длительном употреблении алкоголя витаминами как-то себе навредить. Просто не сможете. Они будут как в бездонную печку влетать и тут же использоваться организмом, потому что ему нужно это. Вот. Вам нужны большие дозировки витаминов, всех основных и всех дополнительных. То есть, прям лучше какой-нибудь комплекс купить. Лех, дай этот Джинджи, который, этот мега-мультик, который. Вот. И второй момент. Это психологическая часть, да. Вам нужно выходить из дома. Как бы тупо это ни звучало, вы выходите из дома и гуляете. Гуляете медленным прогулочным шагом, смотрите на окружающие предметы. Вот. Есть такие витаминки. Мега-мультик называется. Купить можно... Где можно купить? Вот. Вы их нигде не купите. Ну, можно у нас купить. Ну, опять же, я не могу здесь говорить ни телефона, ни контакты, поэтому набирайте метод Смолякова. Ищите наши контакты, спрашивайте про витамины, и мы вам расскажем, где купить и почем, и все такое. Вот. А что касается, еще раз, психологической составляющей, нужно смотреть на предметы. Выходить во двор, гулять медленным прогулочным шагом и смотреть на окружающие предметы. Там, деревья, машина, человек, небо, земля, дом и так далее. Прямо ходишь и внимательно разглядываешь свое окружение. Вот. Это нужно делать каждый день, чтобы выйти из этого состояния. То есть, много витамин, много прогулок. Чем больше того и другого, эта цепочка разорвется. Ну, дальше уже посмотрите. Надо ставить цели в жизни, надо как-то социализироваться. Вот. Без этого все вернется обратно через какое-то время. Здравствуйте. Проблема с туалетом. Ничего не помогает. Да помогает. Просто вы не знаете, что. Ну, одно из таких верных средств это магний. Добавка магния. Вот. Нужно, нужно купить магний. Хороший, качественный магний. Не магний B6, вот это вот, извиняюсь, дерьмо, которое в аптеках пропагандируют везде. Нет. Этот магний, он вообще организмом не усваивается. Есть такой магний, называется Natural Calm. Ой, бро. Natural Mac. Natural Mac. Вот. Наберете в поиске, смотрите, там все есть. Как бы, я специально не рекламирую, но сам пользуюсь, поэтому могу просто порекомендовать. Natural Mac. Вот. И пейте его в больших дозировках. Пол чайной ложечки не подействовало, берите чайную ложку. Чайная ложка не подействовало, берите столовую ложку. Столовая ложка не подействовало, берите две столовые ложки. То есть, вы увеличиваете количество этого, пока не пробьет. Вот. Нет такого человека на планете Земля, который бы выпил бы там, не знаю, четыре столовые ложки магния, и его бы не понесло бы в туалете. Вот. Поэтому принимайте, и будет польза и для организма, и для вашего кишечника. Какой-то доброжелатель появился. Да, в аптеке где твои колеса продаются? Он продается в твоей аптеке? Во-первых, у меня нет аптеки. Во-вторых, это не колеса. В-третьих, не продаю массово. Это просто парочка банок, которые могу продать отдельно кому-то, кто попросит лично. И все. Ну да, можем в интернете. В интернете набирайте метод Смолякова, там будут наши контакты. Звоните, спрашивайте. Вот. А я напоминаю, что мы разбираем тему здоровья, как быть здоровым натуральными способами. Подписывайтесь на наш канал. Ожидаю от вас подписать, друзья. Здравствуйте, меня зовут Надежда. Я мучаюсь болями в спине, в грудном отделе, в позвоночнике, после того, как мне удалили костный цемент в грудном отделе. И вот так до сих пор мучаюсь, пью сильные. Обезболивающие, скорее всего. Очень тяжело работать с людьми, с клиентами, с пациентами, с которыми уже поработали врачи. Здесь, друзья, мои полномочия на этом все. Вот. Ну, я пытаюсь, конечно, помочь. Назначаю какие-то травы, назначаю витамины, корректируем питание, смотрим, что еще можно улучшить. Улучшить в жизни любого человека можно всегда хоть что-то. Если вы не пьете 2 литра воды, начните с этого. Если вы не пьете на регулярной основе витамины, добавьте это. Если у вас, вы пьете там чай, кофе, попробуйте пить отвар шиповника, трав. Вот. Ну и вот маленькие-маленькими кусочками, маленькими такую мозаику мы составляем мозаику здоровья. То есть не надо думать, что существует какая-то волшебная таблетка, которую я прям вот вам раз и все. И вы вылечились и прям стали полностью здоровой. Ну, когда уже такой уровень проблем, да, так не бывает. Так не бывает. Поэтому вы должны понимать, что здоровье это стройка. Это стройка, это мозаика, это маленькие кирпичики, которые мы собираем, собираем, собираем и восстанавливаем наше природное состояние, да, постепенно приходя к абсолюту, приходя к хорошему здоровью, состоянию, физической активности и так далее. Но это все строится постепенно. У меня кифосколиоз, от этого остеоходроз, что делать? Колени болят. Угу. Хороший вопрос. Кифосколиоз, колени болят. Возьмем нашего уважаемого Васю, или как его зовут, звали. У нас есть вот такой вот позвоночник, самый первый. Надо поближе. Угу, да. У нас есть вот такой вот позвоночник, самый первый. Вот у нас позвоночник. Он состоит из позвонков. И самый первый позвонок, если он стоит неправильно, или куда-то сдвинут, или повернут, да, то у нас будет искривление позвоночника. Это главная причина возникновения сколиоза, а соответственно в дальнейшем и остеохондроза, и проблем с суставами, и многие-многие другие вещи опорно-двигательного аппарата. Поэтому лечение остеохондроза, лечение сколиоза, кифоза, амолардоза, неважно, мы начинаем с восстановления вот этого первого позвоночка. Я занимаюсь этой технологией более 10 лет. То есть я не знаю, кто в этой стране может, да, не скромно, наверное, но я не знаю, кто в этой стране может лучше менять, сделать эту процедуру. Поэтому обращайтесь, поможем, исправим. Будет все хорошо. Подписывайтесь на наш канал, набирайте в поиске метод Смолякова, и там будут подробные лекции на YouTube-канале или здесь в TikTok. Есть тем более подробные темы, раскрывающие, как корректируется атлант, вот этот смещенный позвонок, и к чему это приводит, и все на эту тему. А вы в каком городе? Мы находимся в Москве, на востоке Москвы, если быть точнее. Какие витамины пить при компрессионном переломе 6-7 позвонков? При переломе любой кости, не обязательно позвоночника, вот, ну, в принципе, костей, да, нам нужен кальций и магний, и даже магний в большей степени. Вот, нам нужно МСМ, это серый минерал, чтобы снять воспаление. Нам нужен комплекс витаминов и минералов, чтобы окружающие ткани, поврежденные, быстрее восстанавливались. Вот, поэтому пейте много всего, делайте упор кальций и магний, и потихоньку, как только появится возможность, начинайте двигаться. Потому что движение у нас в место перелома будет накачивать кровь и разные полезные вещества, которые будут способствовать скорейшему восстановлению. Полная апатия, нет желания и сил что-либо делать, двигаться, это лень или нет? Нет, это не лень, это психосоматика. Это психосоматика, это накопленный жизненный опыт, утраты, болячки, потери, расстройства, ну, и так далее, да, они накапливаются в нашем разуме, вот, я могу от этого избавлять. Есть такой ролик на нашем канале Метод Смолякова, называется психосоматика, вот, там смотрите, там подробно будет все рассказано. Переходите на ютуб канал Метод Смолякова, там есть ролик психосоматика, вот, его можно посмотреть. Скажите, пожалуйста, аномалия Киммерли? Аномалия Киммерли, это просто особенность организма. Вот у одних людей глаза серые, а у других карие, а у третьих, не знаю, зеленые, да, вот, есть люди с аномалией Киммерли, есть не с аномалией Киммерли, но врачи, наши доблестные медики, увидели эту разницу и сделали из нее диагноз, вот. Вместе с тем, хотел бы заметить, что симптомы, которые присутствуют при аномалии Киммерли, устраняются, когда мы восстанавливаем положение первого позвонка. Проблема не в аномалии Киммерли, проблема в том, что первый позвонок очень часто бывает сдвинут, и он, в свою очередь, пережимает некоторые кровеносные сосуды, там, взговая всякая недостаточность появляется, там, гидроцефалия и так далее. Вот. Исправьте положение первого позвонка, и увидите, что аномалия Киммерли вам вообще никак не мешает. Как вылечить копцы глинею? Ответьте, пожалуйста. Спросите это у того, кто вам такое заумное слово сказал, чтобы вас запутать. Вот. Я отвечаю только на симптомы. Если вы скажете мне, что у меня болит рука, я вам скажу, что делать. Вот. Если гидрококсоартроз 14-й сафулярной степени, то вот на это я отвечать не буду. Идите к тому, кто это говорит. Вы таких слов не знаете, вам это сказали. А вы берете мне чужую мысль, приносите. Я не знаю этого специалиста, я не знаю, что он диагноз как стать, я не знаю, как он работает. Я вообще не хочу отвечать за его работу. Я отвечаю за себя. Скажите, пожалуйста, псориаз лечится? Псориаз тяжело, но лечится. Вот. Слишком много работы надо сделать, чтобы псориаз прекратился. Одна из таких, если кратко очень сказать, чтобы не мучить никого и дать какой-то конкретный совет, перейдите на растительное питание на один месяц. И просто посмотрите, что будет с вашим псориазом. Один месяц любой человек может выдержать. Летом. Выберите месяц летом, когда есть свежие фрукты, овощи. И перейдите на такое питание. Попитайтесь один месяц. И посмотрите. Потом напишите нам. Так, по поводу коптурни. Болит копчик. Вот. Это уже более понятное для наших зрителей симптом. Болит копчик. Копчик трудно поддается лечению на самом деле. Но, опять же, нужно начать с восстановления всего позвоночника. Правильности положения всего позвоночника. А для этого нам нужно исправить первый позвонок. Нам нужно потом делать массаж. Вот. И, в конце концов, дойдет очередь и до копчика. Организм его тоже сможет исправить. Но, опять же, говорю, это непросто. То есть, копчик у нас последнее звено. И он, как правило, организм все исправляет. А копчиком занимается в последнюю очередь. Но, если есть намерение, все можно достичь. Что делать при болях в локтевых суставах? Подскажите, пожалуйста. То же самое, что при артрозе, артрите. Пейте МСН. Добавка такая, да? Это сера, минерал. Вот есть кальций, магний, там, я не знаю, селен. Вот. А есть сера. Вам нужна сера. Плюс, ну, надо посмотреть, что там с суставами, в принципе. Но, часто нужно их двигать. Нужно их разрабатывать. Нужно ими работать, крутить. Ну, то есть, делать лечебную физкультуру, направленную на разработку суставов. Вот. Но, при, обязательно, при употреблении МСМ серы и питьевом режиме. 2 литра воды, пожалуйста. Если вы хотите, чтобы ваши суставы очистились от чего-то, что в них попало. У девочки, подростка, сильно выпадают волосы. Как можно помочь? Сильно выпадают волосы. Маски из яйца, меда. Вот. Это яйцо и мед, это отдельная маска. А еще отдельная маска, это зеленый чай. Вот, зеленым чаем промывать волосы. Ну, и питание. Смотрите, что она кушает. Если растительной пищи нету, обязательно добавлять. Витамин, если не употребляется на регулярной основе, обязательно добавлять. То есть, ну, питание, питание, питание. Грыжа пояснично-клеццового отдела, 80 после операции, что нужно и что можно? Грыжа поясница, поясничного отдела. Тут нужно посмотреть, после операции, да? Тут нужно посмотреть, в результате операции там что-то осталось или нет. Если там оставили какие-то металлические конструкции, там, цемент, что-то еще, да? То, ну, тут мало чем поможешь. Вот. Если же этого нету, то тогда можно вытащить человека. Можно сделать коррекцию первого позвонка, то, чем мы занимаемся, да? Вот. Можно принимать добавки, укрепляющие суставы и кости. Вот. И можно с помощью баньки, массажа постепенно-постепенно человека восстановить. Подсказывают, видим, по поводу волос. Шампунь плюс мумиё. Не знаю, не пробовал. Шампунь плюс мумиё попробуйте без проблем. Вот. Но я бы рекомендовал мумиё с чем-нибудь другим смешать, не с шампунью. Потому что шампунь, она же это мумиё и вымоет. Вот. А если вы хотите, чтобы мумиё попало в кожу, то, соответственно, мы берём какой-то другой носитель там. Желток от яйца или что-нибудь такое. Что делать, если больно сгибать колено? Причины. Надо искать причину. Вот. То есть, либо это сустав воспаления, либо это лишний вес плюс возраст. Вот. И в зависимости от этого нужна тактика. Но в любом случае нужно принимать МСМ. Сера. Она для суставов невероятно полезна. Вот. И нужно эти колени разрабатывать. Ходить на них, сгибать, двигать. Естественно, это нужно делать разумно, постепенно. Без сверхнагрузов. Да. Но регулярно. Ком в горле. Что делать? Проверьте щитовидку для начала. Сильно высокий пульт 100. И низкий серетин 5. Что может быть? То же самое. Для начала проверьте щитовидку. Проверьте гормоны. Проверьте сахар. Проверьте поджелудочную железу. Все это поэтапно. То, что обнаружите, с тем и справляйтесь. Напомню, чтобы подписывались. Я напоминаю, что подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на TikTok. Подписывайтесь на YouTube. В YouTube есть наш канал Метод Смолякова. Называется. Ну и набирайте в поиске Метод Смолякова. Там всегда есть наши контакты и различные сети. TikTok, Instagram, YouTube. Здравствуйте. Болит сустав голеностопный. Ага. Голеностопный. Есть такой ролик в интернете. Несколько роликов в интернете. Называется... Как же это называется? Называется школа русской ортопедии. По-моему, что-то такое. Там есть дяденька очень умный. Он все это подробно голеностоп разбирает. Прям очень подробно. Походку разбирает. Упражнения разбирает. Что делать разбирает. Я со своей стороны могу только сказать. Пейте добавки. Витамины. Травки разные противовоспалительные. Там лопух и так далее. Корень лопуха, извиняюсь. Соответственно, все, что улучшает состояние суставов. И смотрите. Школа русской ортопедии. Рекомендую. Жировой гепатоз лечится и чем? От него может быть спад в гортане. Щитовидка норм. Лечится. В первую очередь похудеть надо. А, алкоголь тоже надо убрать. Алкоголь надо убрать. И обязательно большие дозы витаминов. Потому что, когда проблемы у нас с печенью, то у нас уже надо принимать витамины в больших дозировках. Иначе дальше будет хуже. Как проверить поджелудочную железу? Лабораторные исследования. То есть, идете. Сейчас много разных центров диагностических. И говорить. Вот мне надо проверить работу поджелудочной железы. Вам все продиагностируют. Подписалась. Спасибо. Спасибо за подписку. Кто подписался, кто не подписался, подписывайтесь. Боли в области шейных позвонков? Обязательно проверить, продиагностировать положение первого позвонка. Вот. Это не все специалисты могут делать. Сразу скажу. МРТ, КТ не всегда показывает. Хотя показывает лучше, чем рентген, например. Вот. Больше либо это тесты, которые мы проводим, когда с помощью рук смотрится, да. Либо это, я бы посоветовал диагностику сделать сосудов шеи. То есть, если сосуды шеи, кровоснабжение головы нарушено, то, скорее всего, там будет смещение первого позвонка. И отсюда будет уже у нас проблемы с другими шейными позвонками, которые уже дальше там создают нам большие проблемы. Вот. Если обнаружится, что первый позвонок смещен, то рекомендую его исправить. Обязательно. Потому что проблемы он создает очень большие со временем. С возрастом. Извиняюсь. Можно ли при гоноартрозе ходить на лыгах? Можно с контролем своего самочувствия. То есть, если вы ходите и видите, что вам стало хуже, то нужно прекратить. Если нормально, то продолжайте. Можно соленый компресс для коленей? Можно. Да. Будет хорошо. Здравствуйте. Чем лечить Эпштейн Бар и Вивус Простого Герпеса? Повышением иммунитета. Лечить, друзья мои, не надо ничего. Ни одну болезнь не надо лечить. Лечением занимается медицина. Очень это любят. И лечение это такой продолжающийся процесс, когда вы что-то делаете, 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 а результата нет. И вы дальше делаете это. Ну, если, конечно, вы глупый человек, то продолжайте это делать, заниматься лечением. Если вы умный человек, то прекратите всякое лечение и начните помогать своему организму. Наладьте питать желудочно-кишечную систему, да, чтобы питание наше попадало полноценно нам. Наладьте режим дня, чтобы у вас была физическая нагрузка в течение дня, активная какая-то зарядка. Наладьте, обеспечьте организм витаминами, вот, делайте закаливание, чтобы поднять иммунитет. И когда организм ваш станет сильнее, он сам справится с любой болезнью. Болезни лечить не надо, еще раз говорю. Помогите своему организму лучше работать. Болезни сами уйдут. Так, ответьте на мой вопрос. Пятый раз задаю и мимо. Давайте. Я листаю выше и не могу его найти. Задайте еще раз его. Задайте еще раз свой вопрос. Я, ну... Успешно здесь, я вот тут в чате, кто задает вопрос несколько раз, я вижу его, я его читаю. Поэтому можно так сказать. Повторю, да. Друзья, если вы хотите, чтобы ваш вопрос увидели, и вы написали, а на него никто не ответил, соответственно, напишите еще раз, и еще раз, и еще раз. Неизбежно попадет к нам. Да, да. Либо алмазиком его отметьте, тоже хорошо. Становится заметнее. Как убрать... Как убрать прославление кишечника после питания овощами? Пославление. Пославление кишечника. Не переживайте на этот счет. Просто продолжайте питаться овощами, да. У вас идет перестройка, бактериальная перестройка кишечника. И, во-первых, когда идет послабление, организм от чего-то избавляется. То есть, какие-то токсины, какие-то отложения скидывает, да. А второй момент, рано или поздно, когда этот процесс завершится, это прекратится. Вот. Можете просто немножко назад откатиться, если вас сильно это беспокоит. Вернитесь к предыдущему режиму питания. Чуть-чуть перерыв сделать, и потом опять на овощи. Вот. Будет легче. Будьте здоровы. Да, спасибо. Я сейчас налью себе шиповничка. И буду здоровым. А может начать с души и ее вылечить? Да, можно начать с души и ее вылечить. Это будет очень хорошо. Но вопрос в том, что с душой у нас работать никто не может. Психологов и психиатров сразу отметаю. Это сумасшедшие люди, которые не представляют вообще, с чем они имеют дело. Вот. А еще остаются священники. Ну, здесь вопрос тоньше. Да, но я бы по поводу души тоже к ним не обращался. Шейный лордоз. Подожди. Сейчас. Шейный лордоз. То есть он, наверное, гиперлордоз, я так понимаю. Потому что шейный лордоз это норма. Вот. Если он чрезмерно, то надо смотреть положение первого позвонка. Обязательно. Вот. Исправить первое положение первого позвонка. Исправить то, как он стоит. И организм попытается сам восстановить вашу шею. Вот. Ну, либо дальше там уже массажиками, простыми какими-то вещами тоже помогаем организму. Что можете сказать про депрессию? Депрессия как раз это и есть наши болезни души. Вот. Когда болит не тело, а болит какая-то духовная часть человека. Соответственно, это работа с психосоматикой. Обращайтесь к нам. Наберите в ютубе метод Смолякова психосоматика. И посмотрите там небольшую лекцию. Вот. Там будет разобрано. А вообще, мы можем это исправлять. Обращайтесь. Приходите. Набирайте в поиске метод Смолякова. Подписывайтесь на наш канал. Здесь больше данных будет, да? Вот. Просто приходите в гости чай попить. Обязательно разберем. Обязательно поможем. Какие витамины пить при замедленном метаболизме? Вот такие. Мегамульти называется. Мегамульти. Вот. Купить можно у нас. Если... Если немного. Если 3-4 человека обратиться, я продам. Больше нет. Я привожу для себя из Европы. Очень хорошие витамины. Очень редкие, но очень качественные. Как вылечить привычный вывих плеча? Привычный. Не хотелось бы делать вывих плеча чем-то привычным. Но укреплять мышцы, укреплять связки и высокобелковое питание. Потому что мышцы должны из чего-то вырасти. Но вообще процесс этот длительный. Вы советуете пить витамины? Витамины, которые продаются в аптеке, эффективны? Нет. Витамины в аптеке неэффективны. Во-первых, витамины в аптеке, они низкого качества. Ну, сами по себе, витамины бывают разные. Например, аскорбиновая кислота и витамин С, это не одно и то же. Дальше, витамины в аптеке покупают люди редко, и они портятся. В прямом смысле слова. Они просто от срока хранения портятся. И вы покупаете дорогую какую-нибудь компанию Салгар, витамин Е, а он прогорклый. Разламываете капсулку, да, а там тухлятина внутри. Вот. Проделайте как-нибудь эксперимент. Обязательно разбирайте витамины, которые вы покупаете. Купили капсулу, раскроете ее, посмотрите, что внутри. Вот. То есть, низкие дозировки, плохое качество, еще и портятся. Вот, поэтому витамины в аптеке покупать никому не рекомендую. Витамины покупать либо на ресурсе iHerb, такой есть ресурс, либо в магазинах спортивного питания. Болезнь Бехтерева, есть ли шанс вылечить? Есть. Болезнь Бехтерева, я уже говорил, это психосоматика. Это работа с психосоматикой. Другой вопрос, что с психосоматикой никто не умеет работать. Вот это да, это проблема. Но болезнь Бехтерева вылечивается. Знаю сам лично людей, которые вылечились. Пошла первая блокировка. Ну, я блокирую, пошли хейтеры у нас. Отлично. Хейтерам привет. Пожалуйста, побольше критикуйте. Мы будем вас выкидывать. Вот. И освобождать место для людей, которые задают вопросы. Это хорошо. Спасибо вам. Дмитрий, пожалуйста, а может прослушала насчет апноэ? Апноэ. Занимайтесь спортом. Занимайтесь спортом и не будет у вас никакого апноэ. А питание гербалаев как воды? Хорошо отношусь, в целом хорошо. То есть, довольно полноценное питание, довольно правильное, насыщенное как бы всеми там витаминами. Другой момент, что немножко иногда не нравится, когда люди полностью на нем сидят. Ну, это уже на самом деле дело привычки. То есть, кому-то нравится, сидите без проблем. Это лучше, чем питаться продуктами из пятерочки в любом случае. Поэтому больше положительно отношусь, чем как-то еще. Что скажете про лекарства от гепатита С, софобусфир плюс доклатосфир? Я, в принципе, лекарства не люблю. Я против лекарства. Любое лекарственное средство, вот вам аксиома от метода Смолякова. Любое лекарственное средство имеет свой аналог в растительном мире. То есть, какое бы лекарство вы не нашли, самое сложное, там, от, не знаю, онкологии, там, еще чего-то, вы можете в растительном мире найти такое же средство, которое будет мягче, натуральнее и сильнее по эффекту. Поэтому, нет, я против лекарства. Без побочки. Ну, побочка, если ты мухомор съешь, то будет побочка. Как вылечить милому? Милому. Надо очищать организм, в первую очередь. Вот, дальше пить витамины в больших дозировках, в частности, витамин В3, кажется, да, ниацин называется. Вот, ниацин. Ну, существует целая программа очищения. На сегодняшний день она, вроде бы, в России не предоставляется. Ну, напишите мне в директ, я вам расскажу. Гербалай – это путь в могилу. Почему? Обоснуйте. Вот, когда я что-то говорю, да, я говорю, это поэтому, поэтому. Я говорю, механизм, да, вот. Когда я говорю человеку, что он дурак, я говорю, почему дурак? То есть, ты делаешь что-то, эти вещи, и из-за этого, я считаю, что ты плохо соображаешь. Вот. Когда вы говорите, что Гербалай – путь в могилу, обоснуйте. То есть, расскажите, что именно приводит в могилу, почему, и что нужно делать вместо этого. Тогда я приму ваш ответ. А так, это просто хейтерство, критика, и вы выставляете себя идиотом в глазах людей, которые здесь наш прямой эфир смотрят. Фотомум кинули нам розочки. О, спасибо. Спасибо, фотомум. Спасибо, фотомум, да. Задавайте вопросы, сейчас на ваш вопрос ответим в первую очередь. Немеет мизинец левой руки, что поделать? Немеет мизинец левой руки. Скорее всего, там идет поражение нерва, возможно, ему не хватает питания, либо уже какие-то изменения самой структуры ткани произошли. Вот. Нужно посмотреть на образ жизни, на телосложение. Если есть лишний вес, если есть искривление позвоночника, то, скорее всего, там есть остеохондроз, который привел к поражению этого нерва. Вот. Поэтому делаем массаж, исправляем первый позвонок, ну, диагностируем и исправляем, если надо. Вот. Тут как-то так. Спасибо большое. Потому... Потому вы мне нравитесь, пожалуйста. Узнала, что конский жир лечит суставы. Ваше мнение? Я не знаю об этом. Не могу сказать. То есть, если я чего-то не знаю, я так и говорю. То есть, я не могу сказать, что он лечит, и также не могу сказать, что он не лечит. Потому что у меня такого опыта не было. На своих пациентах я это не испытывал. И, ну, как бы, извините, я не знаю. Вот наш вопрос. Рассеянный склероз можно вылечить? Рассеянный склероз можно вылечить. Я знаю двух человек, которые его вылечили. Один из них в возрасте, пожилом. Лечится он с помощью технологии работы с психосоматикой. Вот мы это делаем. Мы можем вылечить рассеянный склероз. Ну, по крайней мере, указать путь. Обязательно начинайте это делать. Связывайтесь с нами. Набирайте метод Смолякова в поиске. И там контакты. Пишите нам и описывайте свои проблемы. Потому что чем раньше вы начинаете лечить рассеянный склероз, тем больше шансов от него избавиться. Но так вот заочно скажу, что это сбой в программном обеспечении. Организм работает. Есть программки, которые выполняют разные функции в организме. И какая-то программка сбилась. Ее надо перезагрузить. Мы это делаем. Так, дальше. Грыжа позвоночника. Очень болит нога. Уже три месяца. Пробовывай все. Что делать? Метод Смолякова. Метод Смолякова. Метод Смолякова. Набирайте на YouTube-канале. Метод Смолякова. Подписывайтесь. Подписывайтесь на наш TikTok. Больше информации узнавайте. И смотрите. Такой ролик есть на YouTube. Причина тысячи одной болезни. Посмотрите. И вот там очень подробно разобрано. Что делать? Просто здесь очень много времени займет. А я напоминаю, что мы в прямом эфире разбираем вопросы на тему здоровья. И я рекомендую всем подписываться на наш канал. Чтобы узнать больше информации. При болях в коленях коллаген можно? Да, коллаген будет хорошо. Коллаген, кушать холодец куриный и так далее. Пожалуйста, это будет укреплять ваши суставы. Имеете ввиду первый шейный или грудной? Первый шейный. Первый шейный. Вот, который вот здесь находится. Сразу, где кончается голова. Как вылечить кисту? Нужно принимать B3-ниоцин в комплексе со всеми остальными витаминами и минералами. Тодировку надо постепенно увеличивать. Вот, по 50, по 100 миллиграмм. И, ну, смотря где киста, в каком месте. Так, саркоидоз легких можно вылечить без лекарств. Давайте без названий. Я вот прошу еще раз, да. Если вы даете какие-то медицинские термины, то вот с этими медицинскими терминами идите к тому, кто вам их сказал. Что-то болит, я отвечаю. Саркоидоз, миелоплазмоз и так далее. Идите к врачам. Вот просто, сразу. Мы говорим о натуропатии, о лечении натуральных веществ. Меня интересуют люди и их проблемы. То есть, вот человек живой передо мной, да. Он говорит, у меня болит нога, у меня болит рука. Я говорю ему, что делать. Если человек приходит ко мне и говорит, у меня миелоплазможоподиридоз 13 степени. Это не его слова. Это чужие слова какого-то доктора, который, не разобравшись в проблеме, дал ему что-то умное, о чем человек сам не понял и принес это сюда. Не надо здесь это разносить, мне это не нравится. Таз хрустит. Таз хрустит. Вы женщина, мужчина? Может вам рожать пора, у вас кости расходятся, а может быть у вас артрит. То есть, чуть-чуть больше данных. Дайте, пожалуйста. Подписалась на вас, сразу видно грамотный доктор. Спасибо большое за подписку. Кто подписался, очень приятно. Подписалась. Здравствуйте. 52 года, плохая память. Посоветуйте. Плохая память. Да, да. Обращайтесь к нам. Есть работа с психосоматикой. Восстанавливаем память. Прямо целенаправленно восстанавливаем память. Вот, прям вот, конкретнее некуда. Реально можем восстановить. Так, женщина хожу, хрустит. По поводу, видимо. А, таза. Таза, да. Таза. Женщина при ходьбе хрустит таз. Вот. Ну, сам по себе хруст, он не является чем-то плохим или хорошим. Он просто такой, больше, как бы, диагностический симптом о том, что какие-то мышцы около сустава перенапряжены. И эти мышцы, они в результате сильного напряжения, они сдавливают сустав, и из сустава выходит жидкость. И сустав, как бы, слипается. И при движениях он разлипается. И вот это мы слышим характерный хруст. То есть, это просто сигнал о том, что вес тела распределяется неравномерно. А это, в свою очередь, говорит о том, что у нас скелет, то есть позвоночник искривлен где-то, да. А это, в свою очередь, говорит о том, что у нас смещен первый позвонок, и у нас баланс тела нарушен. Вот. Исправьте первый позвонок. Найдите в интернете метод Смолякова. Посмотрите, что там будет, какие ролики по поводу искривления, распределения веса неправильного. И исправьте это. Болит плечо. Что делать? Обезболивающие не помогают. Делать массаж. Делать различные согревающие мази, типа бальзамы, звездочки. Либо вот такого вот. Из Таиланда привез такая жижа такая. Пахнет звездочкой, только сильнее в несколько раз. Вот. Греет хорошо. Делать массаж. Если помогает, если увидите какую-то положительную динамику, тогда посмотрите, есть ли смещение атланта. Если атлант смещен, надо это исправить, чтобы проблема не возникала в будущем. Только зашла. Так, чем лечить остеохондроз и защемление нервов поясницы? Остеохондроз и защемление нервов у нас возникает из-за смещения первого позвонка. Приходите к нам на диагностику. Она бесплатна, кстати. Вот. Проконсультируйтесь. Это тоже бесплатно, да. Выясните, есть ли у вас смещение первого позвонка. Если оно есть, очень рекомендую это исправить. Дальше, только после этого, лечение остеохондроза, защемление, массаж, там, триггерных зон и так далее, станет иметь смысл. Без восстановления положения первого позвонка, без коррекции первого позвонка, лечение остеохондроза бессмысленно и малоэффективно. Так, с утра отек левой щеки в течение дня проходит. Что делать? То же самое. Исправьте первый позвонок. С большой вероятностью у вас смещен первый позвонок, который пережимает сосуды и лимфатические сосуды. Ну, то есть, кровеносные лимфатические сосуды. Из-за этого щека отекает. Как только исправите, кровоток, лимфаток восстановится, щека отекать не будет. Плачу, почему меня не читаете? Вот, сейчас я нашел. У меня спазм в горле и под скулой. Спазм в горле и под скулой. Читаем ваш, читаем. Просто не заметили, извините. Спазм в горле и под скулой. Скорее всего, ну, могу предположить, потому что я вас не вижу, да? Нужно проверить щитовидку в первую очередь. Вот. Во вторую очередь, если это не щитовидка, тогда это психосоматика. Психосоматика... Психосоматику мы убираем. Приходите на прием, набирайте в поиске метод Смолякова, находите наши телефоны, контакты, звоните, записывайтесь. Вот. А также подписывайтесь на наш канал здесь, в ТикТоке. Подписки очень прям, вот прям бальзам на сердце. Вот. Ну и наш канал в Ютубе метод Смолякова. Какой-то раз пишу о шишках на руках, ответьте, пожалуйста. Давайте другой вопрос. Если болит плечо, вы сказали согревающим мазать, а можно горчичник поставить на плечо? Да, можно поставить, ну, как временный эффект. Опять же, сходите в баньку, погрейте плечо веником, после этого сделайте массаж. И после этого можно небольшой горчичник поставить. В каком вы городе? Мы находимся в Москве. Спасибо. Да, пожалуйста. Так, сделаем перерыв на 5 минут, дорогие друзья. Я не буду транслетов заставливать. Ладно. Алёс. Не я. Ага, давай. Продолжаем трансляцию. Напоминаю, что мы отвечаем на вопросы о здоровье, об оздоровлении, как быть здоровым и как вылечиться, если уже заболел. Натуральными способами. С помощью метода смолякова, с помощью натуропатии, с помощью витамин, с помощью трав, с помощью питания, с помощью ОФК, с помощью массажа и с помощью бани. Привет, с Курска, друг, шея болит. Курск. Друг, организуй 10 человек на прием, и я приеду к тебе в Курск и вылечу твою шею. А вообще, нужно посмотреть, сделать диагностику, правильно ли стоит в шее первый позвонок. Если неправильно, то его надо исправить, и шея пройдет. Так, мы побили рекорды по лайкам. В этом часе? Ну, нет в этом часе. А вот я имею в нашу историю, проведение трансляции. А, ничего себе. Так, дальше. Маме, 82 года, атеросклероз, нижних конечностей, темные пятна, чем помочь? А, не хватает селена, селена, не хватает селена. Есть такая, рецепт диеты Чингисхана или рецепт Чингисхана, что-то такое, да? Там описывается прием чеснока. Чеснок рубится на кусочки и принимается в течение месяца, там, в поголовках что ли. Вот, пускай она это сделает, и посмотрите, какой будет эффект. Привет из Константиновки, Украина. Привет, Украина, Константиновка, я с вами. У меня бабушка живет на Украине, и я против всех событий, которые там происходят, между Украиной и Россией. Никогда в это не верил и не поддерживал. Дорогой ТикТок, почему мои СМС не видно? Видно ваши СМС? Воспалился лимфоузел в паховой области, что можно сделать? Нужно найти причину. Без этого, ну, то есть, что происходит? Какая-то инфекция, какое-то воспаление, какие-то паразиты попали, какая-то травма была, возможно. Вот, нужно найти причину. Если причина есть, то, ну, как бы, тогда лечение направлено на устроение этой причины. Без этого лимфоузлы не лечатся. Лимфоузлы не лечатся на обум. Это очень опасная игрушка. Вот, если простуду у нас лечат там антибиотиками всем подряд, ладно, организм справится с простудой и справится с антибиотиками. То, если лимфоузлы начать лечить, а там серьезные лекарства, получите такие осложнения, от которых потом вас никто не спасет. Доктор, я вам соберу больше людей. Приезжайте в СМС, нам нужны хорошие в России. Ладно, договорились, приеду. Собирайте людей. Найдите наш контакт в любой поисковой системе. Наберите метод Смолякова, и там будут телефоны. Вот, найдите наш контакт. Напишите, что вы висентуки, что вы готовы собрать людей. Мы созвонимся и все это обсудим. Вот. Я не просто к вам приеду, я вам еще и денег дам. Выключите музыку. У нас нет никакой музыки здесь. У нас нет музыки. Музыка не играет. Полная тишина. Только вы и я. Привет из Израиля. Что делать, если есть позвоночная грыжа и проблема в шейном отделе? Благодарю. Если есть грыжа и проблема в шейном отделе, обязательно нужно провести диагностику на предмет смещения первого позвонка. Вот. Если он смещен, его надо исправить. В Израиле я, кстати, был в Тель-Авиве, несколько раз приезжал, и было очень успешно. Множество людей поправили свое здоровье с помощью нашей методики. Соответственно, собирайте людей, приеду еще раз. У меня крайне положительные впечатления остались об этом городе, в Израиле, не знаю, мне понравилось. И людям понравилось, которые были на приеме. А я напоминаю, что мы разбираем вопросы по здоровью, как выздороветь, как быть здоровым. Подписывайтесь на наш канал в ТикТоке. И также переходите на наш канал в Ютубе. Называется Метод Смолякова. После четвертой попытки я поняла, что писать вас бессмысленно. Мои смс игнорируются. Мы читаем все смс, вы только пишите, что игнорируем мы вас. Однако я все читаю. Напишите вопрос. Напишите вопрос, не говорите, что мы вас игнорируем. Напишите, что вы хотите. Напишите несколько раз. Тогда мы не сможем вас игнорировать. Мы же увидим вопрос, который написан много раз. Поймите такой момент. Сейчас в эфире довольно много людей. И вопросы текут сплошным потоком. Какие-то мы выдергиваем, успеваем. Какие-то пролетают мимо. Если вы пишите, вы меня игнорируете, вы меня игнорируете, вы меня игнорируете. Но я вижу, что я вас игнорирую. Новый вопрос напишите. Тогда я смогу на вопрос ответить. Здравствуйте. Скажите, гепатит лечится? Третья стадия. Какой гепатит? А, Б, С. Ну да, гепатит лечится. В большинстве случаев гепатит лечится. Тут вопрос. Ну да, гепатит лечится большими дозами витаминов, поддерживающей терапией, вот, и питанием, правильным питанием. То есть диета будет нужна обязательно. Здравствуйте. Очень сильно болит поясница. Есть грыжа. Делаю массаж. Мне помогло. Я понял. Нужно исправить первый позвонок. Прежде чем лечить грыжу, остеохондроз и вообще поясницу, сначала нужно исправить первый позвонок. После этого заниматься лечением. Если первый позвонок не исправлен, а только он может вызывать проблемы с поясницей, да, то лечение этого превращается в очень длительный и бесполезный процесс. Исправьте первый позвонок и увидите, что массаж, который раньше не помогал, вдруг начнет творить чудеса. После инсульта ощущение что-то мешает с левой стороны рука, бок, бедро. Инсульт – поражение нервной системы. Там симптоматика может быть совершенно любая. Вот. Нужно исправить первый позвонок, чтобы улучшить кровообращение головы. Это первое. И чтобы предотвратить будущие инсульты. Потому что если инсульт был один раз, он может быть и второй, и третий, и вплоть до инвалидности или чего-то похуже. Соответственно, в первую очередь исправляем первый позвонок, потом делаем массаж, потом восстанавливаемся от инсульта. Вот. Как-то так. В таком порядке. Какие симптомы атеросклероза? Симптомы атеросклероза. Да. Да сделайте анализ крови на атеросклероз, и все сами увидите. Давно упала, а сейчас болит в паку. Думаю, растяжение. Что делать? Возможно, растяжение, да. Нужно... Блин, здесь не могу описывать вам всю технологию. Это долго, и я не получится, наверное, это сделать. Вот. Но... Если в Москве можно прийти? Если в Москве, вы можете прийти на консультацию, она бесплатная. Я вам расскажу, что надо сделать. Надо сделать одно упражнение. Оно вам поможет от этого избавиться. Прям поможет. Ну да, ну это можно со всеми травмами, да? Да. Подписывайтесь на наш канал. Напоминаю. Шишки на пальцах рук. Шишки на пальцах рук. Если это суставы изменились, то нам нужно пить много МСМ, витамина С. МСМ это сера. Добавка такая. Вот, витамина С и травки противовоспалительные от суставов. Здравствуйте. С Чечни. У меня грыжа шейного отдела подвомочника. Неоперабельно. Что можно теперь делать? Все равно придите на консультацию, сделайте, сделайте, выясните, есть ли у вас смещение позвонка первого. Да по-любому оно есть, конечно же, потому что грыжа бы не возникла. Вот, начните с этого. Исправьте первый позвонок, а дальше уже восстановительную терапию очень мягкую. Массажики легкие, потихоньку вытяжки небольшие. Вот, все это расскажу на приеме. А где в Москве? На востоке, район Новогиреева. Плохая память, часто давление поднимается. Что делать? Есть в ютубе, ютуб-канал Метод Смолякова, да, там набираете в поиске. Инфотаблетка, высокое давление. А память? Вот, а память это работа с психосоматикой. Приходите к нам, мы поможем вам ее восстановить. Есть целая техника специальная, которая восстанавливает вашу память. Почему бывает низкий гемоглобин? Низкий гемоглобин бывает по разным причинам. Бывает беременность, бывает питание недостаточно, бывает просто надо поехать на лето куда-нибудь на дачу и покушать много-много клубники. Вот. Самое эффективное средство для восстановления гемоглобина это клубника. Поэтому беременным часто хочется клубнички. Вот. Но клубника должна быть не магазинной, не вот эта вот в коробочках пластмассовая фигня. Она не пахнет. Да, клубника должна быть деревенская. Настоящая, с грядки, живая и так далее. Езжайте на юг, не знаю. Очень сильно болят плечевые суставы, что сделает? Плечевые суставы болят. Ну, артрит какой-то происходит, да, либо хондроз. Исправьте первый позвонок, восстановите положение первого позвонка. Дальше делайте массаж. Дальше мажьте мазями типа звездочки или там какие-нибудь тайскими бальзамами разогревающими. Вот. Ну, и то, что поддерживает суставы. Там коллаген, МСМ и так далее. Разные добавки. Видимо, с камышной пишет абрикосы. Абрикосы тоже хорошо. Да, я был в камышине, там много абрикосов. Распухли колени, острая боль. А возьмите, прям сегодня возьмите капусту, капустный лист, привяжите на ночь, а утром посмотрите, как будут ваши дела. Болит левая лопатка. Отдает в плечо, в руку. ЭКГ. Пости норм. У вас признаки остеохондроза, скорее всего. Конечно, надо посмотреть, но предположу, что остеохондроз. Если остеохондроз, нам нужно проверить положение первого позвонка и исправить его, если он не на месте. Вот. А после этого делать массаж. Массаж шейно-воротниковой зоны, массаж плеча. Вот. Ну и разные там согревающие маски. Как и где исправить первый позвонок? Чтобы исправить первый позвонок, нужно прийти к нам на консультацию. В интернете можно искать метод Смолякова. Да, в интернете можете набрать метод Смолякова, название своего города и посмотреть, что выдаст поисковая система. Коксиартроз. Коксиартроз. Да. Дорогие друзья, хватит притаскивать мне медицинские названия. Скажите, что у вас болит плечо или нога, или таз. Вот. Ну, не люблю я терминологию. Не в плане того, что я ее не знаю. Я знаю ее. Я могу общаться на медицинском языке. Но мы же с вами здесь не медицинское сообщество. Нас люди слушают, простые. И когда мы переходим на терминологию, то связь с людьми, она прерывается. А я очень люблю людей и не хочу здесь выглядеть за умным идиотом, которыми у нас врачи обычно представлены. Вот если вы говорите коксиартроз, то идите и пускай вам тот, кто вам сказал это слово, пускай он вам объясняет, что это такое и как его лечить. Прыгает давление. Валидол ложу под язык, немного помогает. От чего это? Стресс. Стресс и психосоматика. Вот. Попейте магний, просто чтобы нервную систему укрепить. А также обращайтесь к нам. Вот, поможем справиться. Еще на ютуб канале Метод Смолякова наберите высокое давление. Инфотаблетка высокое давление. Вот. Там подробно по поводу давления будет разъяснено, что нужно делать и как. И все прям, 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 прям по шагам. Первое, второе, третье. Сильная боль в пятке, что делать? Сильная боль в пятке. При наступлении на пятку, наверное, да? Вот, скорее всего, это шпора. Нужно делать вибрационный перкуссионный массаж. Вот, существует специальное оборудование. Как-то встречал его в Канаде. Я даже видел чудеса, как на нем люди встают и у них пятка не болит через минуту. Болят суставы на ногах, на больших пальцах при ходьбе. Что делать? Нужно пить витамины, нужно двигаться, разминать пальцы, чтобы они вот прям в разные стороны. Массаж делать. Вот. Ну и ходите в баньку. Могу предположить, что в бане вы давно не были. Ну, опять же, могу ошибаться. Если в России не купить витамины, тогда где? Витамины покупайте на iHerb. Есть такой ресурс. iHerb. Вот. У меня можно, иногда можно купить маленькую партию витаминов. Там чисто для себя, одну-две баночки. Еще. Спортивных магазинах. Магазины спортивного питания, там иногда попадаются хорошие витамины. А кто-то дает вопрос, у него такая-то на снежике аватарка. Так. А что ты кашляешь? Перекатался на квадроцикле по заснеженным полям. Поэтому кашляю. Воздуху наглотался холодного. Шея хрустит. Шея хрустит. Хруст это неплохо и нехорошо. Это диагностический симптом, который показывает, что там есть напряжение. Напряжение снимается приемом магния, добавка, где содержится магний. Напряжение снимается с помощью массажа. Напряжение снимается с помощью баньки. Вот. Также, если вы хотите полностью решить эту проблему, то сделайте исправление положения первого позвонка. При аденоме гипофиза можно витамины. Гипофиза. Да. Можно витамины болят все крупные суставы. Витамины можно всегда. Витамины можно всегда. Поэтому принимайте, хуже не будет. А лучше может быть. Ну, а дальше гипофиз. Я не знаю. Там надо посмотреть, как у нас кровоток, лимфоток. Ну, проверить кровоток сосудов шеи, да. Вот. Если он нарушен, то делать первый позвонок. Болит колено в нижней части, не опухшие, не горячие. Что делали? Попробуйте просто двигаться. Попробуйте просто двигаться, ходить, приседать. Вот. Чтобы колено испытывало чуть-чуть больше нагрузки, чем обычно. Если начнет болеть сильнее, тогда остановитесь. Если будет болеть приемлемо или пройдет, значит, еще больше упражняйтесь. С двух сторон грыжи в поясничной области. Еще раз повторяю. Грыжи и остеохондроз, чтобы лечить, нужно сначала исправить положение первого позвонка. Вот у нас... Сейчас покажу. Вот у нас позвоночник. Вот у нас позвонки отдельные, да, шейные. И вот у нас первый позвоночек. Вот он стоит неправильно. Исправьте его, и проблема ваша разрешится. Ну, или, по крайней мере, будет поддаваться лечению. Частое сердцебиение. Что делать? Поможет ли бисепролох? Нет, нет. Не надо, пожалуйста, пить лекарства. Попейте пустырник лучше. Балерьяну. Попейте магний добавку. Попейте калий. Минерал такой. Вот. Не кальций, а калий обязательно. Он для сердца. Вот. Ну и также витамин Е. Вот такое сочетание натуральных средств поможет вам привести ваше сердце в порядок. Почему? Вопрос, опять же. Вот отвечаем. Болит копчик. Как током пробивает? Ну, копчик смещен. Поврежден. Надо его исправлять. Я, к сожалению, не занимаюсь коррекцией копчиков. Да. Вот. Ну, некоторые из остеопатов могут править копчик. Но это надо искать. Я таких не знаю. Здорово. Как деть, молодая? Все отлично. Как исправить первый позвонок? Первый позвонок, чтобы исправить, нужно набрать в поиске в любой поисковой системе метод Смолякова. И те контакты, которые там обнаружатся, по ним звоните. Записывайтесь на прием. Консультация, диагностика бесплатно. Вот. Приходите, и мы вам поправим первый позвонок. Получше прямой эфир, учите, пожалуйста. Непонятный вопрос. Что получше? Получше? Ладно. Включим получше. Витамин, Аскарутин, Панангин, В12 и здоровье. Кому-то видео советуют. Друзья, хочу напомнить, что мы занимаемся, вернее, в прямом эфире, сейчас отвечаем на вопросы. А вы подписывайтесь, и я расскажу много интересного. Например, витамин Е. Как выбирать, да? Есть очень много, продается витамины Е. Например, в аптеке, который стоит очень дорого и лежит на полке очень долго. И поэтому, когда вы покупаете витамин Е, вы берете и капсулку раздавливаете. И просто нюхаете или пробуете содержимое. Там должно быть масло, которое без запаха. Если там есть запах, и особенно если этот запах неприятный, значит этот витамин испортился. И вам втюхивают испорченный продукт. И вы не вылечитесь им, а нанесете вред своему здоровью. Поэтому всегда все, что вы покупаете, капсулку разбираем, ампулку раздавливаем. Все, что мы употребляем внутрь, сначала мы смотрим его содержимое. Просто элементарный контроль качества. Всегда это делайте, чтобы не попасть на испорченные продукты. Так, болит почка. Получается, когда встает, и на улице. Болят почки. Вчера отвечал, травка называется... Спорыш. Спорыш, да. Травка такая есть, спорыш. Вот, попейте ее, с почками будет легче. Позаваривайте как чай и попейте. Разрешат ли в аптеке проверить витамины? Нет, конечно. В аптеке вам не разрешат. Скажут, покупайте и все. Вот, но вы можете купить витамины, сохранить чек и прям там же при них их проверить. Если они испорченные, кидайте им в лицо эти витамины, показывайте чек и требуйте возврата денег. Вот так будет, наверное, эффективнее. Тремор готовы. Тремор готовы. Диагноз дистония. 30 лет. Колоть ли ботокс? Нет, не колоть ботокс. Не говорите, пожалуйста, здесь терминами, которые вы не знаете. Вот. Иначе мне придется их разъяснять людям. А это отдельная лекция и время. Но ботокс колоть не надо. Ботокс яд. Есть способы гораздо эффективнее, чем себя отравить какой-то гадостью химической. Как избавиться от песка в почках? Хороший вопрос. Вот. Можно травки подобрать. Хвощ полевой. Там подорожник. Тот же спорож и так далее, да. Вот. Это первый вариант. Второй вариант. Купить хороший аппарат, который ощелачивает воду. И поставить себе фильтр, который ощелачивает воду. Пить эту воду регулярно. Песочек из почек выйдет очень быстро. Пару месяцев и следа не останется. Ты тоже деньги возвращаешь, если лечение не помогает? А скажите, пожалуйста, мне, кто возвращает деньги, если лечение не помогает? Я таких врачей не знаю. Ни одного. Вот, пожалуйста, просто чисто интересно. Дайте контакт. Как снять напряжение в мозге? Не могу расслабиться. Это психосоматика. Ну, для начала, конечно, да, попробуйте просто попить магний. Это очень сильно расслабляет и приводит организм в порядок. Вот. Если не помогает, тогда, да, приходите к нам. Мы поможем расслабиться с помощью работы с психосоматикой. Есть вещи, которые убирают стресс, убирают негатив весь из жизни. Вот. Вы возвращаете себе жизненную энергию и приходите в состояние, которое у вас было, например, там в 15 лет, в 20 лет, когда вы были полны жизни и жизнерадостны. Можем вам вернуть вашу молодость. Ну, по крайней мере, в душе. Сильная задышка и быстрое сердцебиение, когда поднимают вверх или много работают. Выпейте комплекс витамин хороших. Пропейте, то есть, прям месяц-два, да, и все пройдет. Вот. Обязательно калий, обязательно витамин Е, обязательно магний. Вот. Ну, и все остальные витамины и минералы тоже. Но вот это вот троицу, ее в первую очередь. Перед консультацией нужно снимок позвонков? Если снимок уже есть, приносите, я посмотрю. Но если его нету, делать специально не надо. По факту он мне не нужен. Я руками могу видеть больше, чем на снимке. Болел брат ковидом, и в это время умерла его жена. После этого плохо сплю причина. Причина стресс. Причина стресс, который повлиял как травма, как удар, который нанесен по нервной системе, по человеку, по его психоэмоциональному состоянию. Эти все вещи, которые с нами происходят в жизни, да, какие-то события, они оставляют следы. Следы в психике, в памяти человека. Эти следы накапливаются. Вот. Мы можем эти следы стирать, устранять. Вот. Приходите к нам, поможем, исправим, приведем в порядок. Периартрит. Фасциит. Поясничный артрит. Что делать? Пяточный выложите. Периартрит. Фасциит. Пяточный артрит. Что делать? Дорогие друзья, еще раз напоминаю, не используйте здесь в прямом эфире медицинскую терминологию. Почему? Я знаю медицинскую терминологию, но люди не знают. И чтобы мне отвечать на ваш вопрос, мне сначала каждое слово разобрать. Это лекция на час. Вот. Хотите диагнозами здесь своими швыряться? Швыряйтесь с теми людьми, которые вам их дали. Потому что цель медицины, да, загрузить вас максимально, напугать и сделать так, чтобы лечение продолжалось. Поэтому вот, пожалуйста, терминологии идите, прям вот идите к тем людям, которые вам эти диагнозы поставили. Вот. А здесь у нас, я напоминаю, что мы разбираем способы оздоровления с помощью натуропатии. То есть натуральных средств. Народных, там, понятных, простых вещей. Скажите, что у вас болит плечо или нога, или рука, я вам скажу, что делать. Скажите, что у вас фасциит, идите к врачу. Пускай он вам разъясняет, что это такое. А я не знаю, как назвать по-другому. Что у вас болит, скажите? Ваш симптом, что вы чувствуете? Для меня же важен сам человек и его ощущения, а не чужие диагнозы, которые к нему приляпаны. Что вы чувствуете? Скажите ощущения свои. Что у вас болит? Грыжа в позвоночнике. Грыжа в позвоночнике, вот тоже. Нет, бы сказать, поясница болит, но грыжа в позвоночнике. Ладно, грыжа в позвоночнике. Делайте коррекцию первого позвонка. После этого массаж, после этого мазки специальные. Все пройдет. Скажите, пожалуйста, к какому врачу надо обратиться, если болит обувь солнечного сплетения? Тут надо смотреть. То есть, если это связано с питанием, с приемом пищи, например, человек не принимает еду долго, и у него болит, или наоборот поел, и у него болит, или поел что-то, после чего у него болит, да? Если связано с питанием, тогда желудочно-кишечный тракт. Если это при изменении положения тела, например, не так повернулся, не так наклонился, там еще что-то, это позвоночник и нервы. Если человек, например, вышел на холод, на мороз, с теплого помещения, или наоборот, зашел в теплое помещение с мороза, и у него заболело, то это сердце и сосуды. Вот в зависимости от направления, то и лечим. Волшебную фразу услышала от вас, тоскую по себе прежней, не могу вернуться в то состояние, не вижу смысла. Вы можете вернуться в то состояние, более того, я могу сказать, что я могу вернуть вас в то состояние. Вот прям, хотите, прочитаю вам одну штуку, где прям написано, что мы можем сделать с вами. Сейчас, если только быстро найду, то прочитаю. Вот. Доказать эти положения легче легкого. Хороший специалист, это мы, может взять изможденную, пребывающую в изысходной тоске женщину 38 лет, убрать из ее прошлого периоды физической и душевной боли, и перед нами окажется женщина, которая выглядит лет на 25, 38 на 25, и при этом бодра и жизнерадостна. Мы можем это делать. Приходите. И не только с женщинами. Боль в суставах, боль в пятке, вообще проблемы с костями, что делать? Проблемы с костями, боли в суставах. Пейте вещества, которые поддерживают суставы. Хондретин, глюкозамин, там, и так далее, да. Пейте травки, которые снимают воспаление. Лопух, корень лопуха, там, еще какие-то. Делайте упражнения, которые суставы разрабатывают. Лечебную физкультуру постепенно, да. Ходите в баню, вымывайте токсины и соблюдайте питьевой режим, чтобы ваш сустав, жидкость с ним, постоянно промывалась, и выходили токсины или соли, которые там начали накапливаться. Вот такие шаги. А с 67 на 35 можно? Можно, но дороже. Это как мультик про шапки. А можете из этой шкурки там две шапки шить, а можете три, а можете десять. И потом вот такие шапочки. А где вы находитесь? Куда приходите? Мы находимся в Москве. Мы находимся в Москве. Вот. В интернете набираете метод Смолякова, психосоматика, ну, либо там любое другое название болезни, какая вас беспокоит, да? Вот, метод Смолякова. И все, там есть лекции, ролики, целые, целые, большие информационные блоки. Подписывайтесь на наш канал, друзья. Узнаете много нового, интересного, такого, чего нет нигде. Озвучите мой вопрос. Озвучил. Ваш вопрос озвучили, но мы не видим ваш вопрос. Мы видим только просьбу об его озвучивании. Здесь есть кнопочка такая, дать вопрос. Она отдельная, она очень сильно выделяет вопрос. Если можете ее увидеть и нажать, я быстрее их увижу. а еще пользователь, который какой-то проект или алмазик, или розовый, я, к сожалению, не пойму, его вопрос выделяется жирным шрифтом на экране. И он не пропускает. Вот поэтому каким образом надо видимо... Друзья, отправляйте розочки, алмазики, что там еще есть, да, эти вопросы выделяются жирным шрифтом. Если вы никак не можете до нас достучаться, мы ваш вопрос все время пропускаем, то отправьте розочку или алмазик. Этот вопрос, он прям у нас выделяется жирным шрифтом, и мы точно его не пропустим. Видимо его как-то надо вам оплачивать. Я не знаю, как, к сожалению, пока что не разобрал. Да, они там платные, но они стоят там 50 копеек, что-то там... Ну, рубль, рубль, не знаю, ну какие-то совсем мизерные деньги, то есть это просто чисто символически, но это позволит вам пробиться, если вы думаете, что мы вас не слышим или еще как-то. Например, там пришел сотрудник Роскомнадзора, наверное. А лицензия у вас имеется? А в жопу вы не пойдете? Я очень не люблю наши госструктуры, очень. Я не играю в дипломы, лицензии, сертификаты, хотя все это у меня естественно есть в наличии, естественно. Вот, конечно же, оно есть. Но какая ваша цель прихода к нам? Хотите нас проверить? Я сказал, куда вам идти. Хотите поправить свое здоровье? Добро пожаловать пряму любого человека, независимо от его возраста, национальности или чего-то еще. Какие витамины пропить при ковиде? При ковиде пейте комплекс витаминов. Комплекс витаминов С в особенности больше, Е в особенности больше, Д в особенности больше. Вот, а так комплекс, весь комплекс витаминов и минералов. Что-то твоя понравилась. Можно ли сделать из 38-летних, 25-летних онлайн? Онлайн нет. Онлайн нет. Очно можно делать чудеса. В моей практике, а я работал более 10 лет по всему миру, не только в России, я видел вещи такие, которые ни один врач в них не поверит. Это просто на уровне чуда. Смертельные больные подымались, неизлечимые болезни вылечивались, невозможные симптомы, которые никто не мог ни на миллиметр сдвинуть, они вдруг исчезали полностью. Я все это видел своими глазами. Большая часть я в этом принимал участие, поэтому как бы все возможно. Шпоры на пятках помогут ли уколы мукусат? Не знаю. Я не использую таблетки и уколы, поэтому и советовать этого не буду. Онемение рук и плеч за одну неделю до ментруации. Ого, интересно. Ну, очень похоже на психосоматику, потому что связано с определенными днями, да, вот, но также могут быть и различные процессы, связанные с тонусом сосудов. Вот, проверьте положение первого позвонка, если он не на месте, то надо его исправить. там кто-то тараторит. Ночью, ночью во сне иногда стонет от боли в суставе. Кто стонет? Ну, ладно. Так надо что, чтобы он не стонал или чтобы сустав не болел? Пожелание какое, в чем ваш вопрос? Сколько стоит у вас прием? Прием у нас нисколько не стоит, диагностика у нас нисколько не стоит, консультация тоже нисколько не стоит. У нас есть стоимость самой процедуры, непосредственно, если мы делаем коррекцию первого позвонка, у нас есть стоимость определенных программ, которые мы пишем людям, чтобы они что-то делали. Вот, там, у нас есть стоимость массажа, там, не знаю, но вот прием нисколько не стоит. У ребенка запор, течет коричневая жидкость. Так запор или жидкость все-таки течет? Ладно, я понял, надо кишечник восстанавливать, надо питание корректировать, у ребенка должно быть обязательно, обязательно каждый прием пищи растительная свежая пища, свежий свежий продукт, то есть какие-то сырые фрукты, овощи. Если этого нету, бессмысленно о чем-то либо дальше говорить. В каком городе, вот где живете? Мы в Москве. Вообще, подписывайтесь на наш инстаграм-канал, там есть больше данных обо мне, где мы находимся, наше расписание поездок, куда мы ездим и так далее. Как вывести жидкость из полости живота? Из полости живота жидкость выводить не надо, в этой жидкости плавают ваши кишочки, поэтому, если же это какой-то травма или рана и в ней жидкость, это другой вопрос, тогда вам к хирургу надо, он все почистит и как бы зашьет. я этим не занимаюсь. В поясничном отделе позвонка иногда жжет, а боль постоянно, в чем проблема? У вас нерв какой-то защемился и, скорее всего, уже потихонечку отмирает. Вот, нужно сделать коррекцию первого позвонка и дальше делать массаж восстановительный, там, всякие маски, травы пить. Для шпор 5-й поможет мед. Для шпор пяток мед. Ну, не знаю, надо много меда, чтобы он помог, да? Надо прям длительно делать медовые массажи, может и поможет. Я, честно говоря, этот вопрос настолько не исследовал. Я видел аппарат массажный, который шпоры устранял, там, за 1-2 приема. Вот это да, перкуссионный массажный аппарат, вот, канадская техника. Вы моложе без бороды? Знаю, но моим детям нравится борода. Я несколько раз пытался ее убрать, они виснут на мне и не разрешают, чтобы я ее сбривал. болит желудок ниже грузины. Ниже кого? Грузины, наверное, грудины. Молодышно, грузины. Болит желудок ниже грузины. Прописали таблетки, не помогли. ФГДС, делать боюсь. Что делать? Не надо пить таблетки, не надо делать ФГДС, просто сделайте свое питание равномерным, качественным. сделайте следующее. Видите стаканчик? Сделайте так, чтобы один прием пищи у вас составлял вот столько. Ну, по объему. Ну, может быть, вот столько. Не больше. Да? Вот. Первый момент. Второй момент. Пейте за полчаса до еды воду, чистую воду, большую кружку или стакан воды. Выпили, только после этого ешьте через полчаса. Третье. Каждый прием пищи должен содержать свежие фрукты, овощи. Капуста, помидоры, огурцы, лук, там, я не знаю, морковка. Свежие, сырые овощи. Обязательно. Все, вот эти, вот эти правила внедрите у себя, посмотрите, что будет. Как лично с вами побеседовать? Приходите на консультацию, мы в Москве находимся. Набирайте в поиске метод Смолякова, в любой поисковой системе, там будут телефоны, звоните, пишите, записывайтесь, звоните и записывайтесь, говорите, я к вам приду тогда-то. Все, мы вам говорим, да, окей, ждем вас, придете, я вас чаем угощу, вот, из шиповника. Уточнение по поводу шпоры, медицинская желчь, а не мед, от шпоры пяток. Ну, друзья, я не исследовал момент со шпорами, очень много вопросов задается, обязательно это сделаю в ближайшее время, и расскажу о своих экспериментах. Но на данный момент про шпоры я не могу сказать. Единственное работающее средство, которое я встречал по поводу шпор, это массажный аппарат для стоп, специальный массажный аппарат. Вот, все остальное не давало эффекта. Вот человек, не отвечаем, вот если по у нас, чем лечить бронхиальную астму? А, чем лечить бронхиальную астму? Говорю, конкретный рецепт, которым вылечилась моя бабушка, полностью вылечилась, заметьте. Берем три части сока, то есть, одна часть сока, другая часть сока, и третья часть сока. Первое, это сок алоэ, ну, знаете, цветок такой. Второе, это сок, лук репчатый, именно сок. И третье, это сок черной редьки. Редька есть, зеленая, она не подходит, черная нужна, черная редька. Вот, алоэ, лук, редька. Три части, одинаковые по размерам. Вот это все смешиваете, и пьете каждый день. Сколько влезет. Сразу скажу, мерзость редкостная, пить невозможно, гадость вообще отвратительная. Но легкие очищают настолько сильно, что первое время вы просто захлебываетесь от того, сколько из вас всего выходит. Но, если вы это проделаете хотя бы месяц, все, бронхиальная астма у вас не будет. Астма не будет только из-за того, что неохота пить это в смеси. Возможно, возможно, я не знаю. Но я знаю, что люди вылечивались. Бабушка моя вылечилась точно. Опять вопрос, зачем же не ответили уже. Так, как спасаться от давления 80 на 60? 80 на 60 это низкое давление, да. спорт, кофе, хорошее питание. Да, и сон обязательно. Если вы не высыпаетесь, то будет тяжело. Спасибо. Что у нас уже? Да, нам заканчивать пора, уже прям совсем пора. Да, ну хорошо, подписываются. Друзья, я настоятельно рекомендую подписываться на наш канал, потому что много интересного будет выходить. Вот, прямые эфиры, по-моему, в ТикТоке не сохраняются же, да? Мы их сейчас выгружаем в YouTube канал. А, если вы прямой эфир не смотрели или там пришли в конце, то мы выгружаем в YouTube канал. YouTube канал наш называется Метод Смолякова. Вот, подписывайтесь туда. Вообще, если какие-то вопросы у вас или хотите с нами на контакт выйти, набирайте в интернете Метод Смолякова, телефон, приходите и звоните, приходите, я вас чаем угощу. А я желаю всем здоровья, пока, до новых встреч, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok